Смелая теория о судьбе Джона Сноу и Серсей в восьмом сезоне Игры Престолов Фанаты фэнтазийной саги продолжают прорабатывать возможные варианты развития событий. Пока одна часть поклонников Игры Престолов делает ставки на то, что в восьмом сезоне Железный Трон достанется Сансю Старк, другая часть интернет-аналитиков выдвинула довольно смелую теорию, согласно которой в финале должен победить Альянс Джона Сноу и Серсей Ланнистер. Свою версию фанаты объясняют просто, так как с наступлением белых ходоков, на вооружении которых имеется ледяной дракон, который раз уж есть, так надо его использовать, то обитателям Вестероса неплохо бы было забыть о своих дрязгах и, наконец, объединиться. Но так как каждый мнит себя стратегам, в виде бой со стороны, то бишь масса кланов желает править, то неплохо бы было, что хотя бы кто-нибудь из этих рущихся к власти объединился. При этом сетевые стратеги напрочь отметают кровосмесительный альянс Джона Сноу с Дейнери Старгариен, на роль жены и их любимца они видят совсем другую кандидатуру. Так как Сноу является кумиром народа на севере, а Серсея прибьет любого, кто попытается встать на ее пути на юге, то пользователи полагают, что заключение брачного союза между ними вполне было бы логичным. Если Сноу женится на Серсея, у него будут две армии, которые смогут победить белых ходоков. В этом, несомненно, есть здравое зерно, за исключением одного, но, в прошлом сезоне Джон отказался величать Серсею королевой. Плюс ко всему, встает вопрос, выйдет ли Серсея замуж за того, кому чуждо раболепие. А посему, если Софи Тернер не выдаст очередной спойлер, то остается ждать, заморозит ли ледяной дракон весь Вестерос. Спасибо, что были со мной, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь, если тоже любите Мир Плио.